Итак, внимание на экран. Начинаем урок русского языка. Тема нашего урока, спасибо, мои родные, за главная буква в названиях книг, журналов и газет. Пока ничего не пишем, а только слушаем. Обобщить знания, цель нашего урока, обобщить и систематизировать знания учащихся об употреблении в письменной речи за главную букву в именах собственных. Родные мои, пока только лишь слушаем. Посмотрите, какое у вас сегодня интересное домашнее задание. В русском языке в первой части на странице 59 выполнить упражнение 106. Нужно будет составить предложение из каждой группы слов. А прежде чем составить предложение, нужно вспомнить, что такое предложение. Предложение это одно, может быть, слово даже утро. Два, три или несколько слов связаны между собой по смыслу. И есть обязательно заключительная мысль. Вот у вас есть группа слов. Вы из этой группы должны составить по два предложения. В общем, у вас получится шесть предложений. Помним о том, что мы всегда начинаем писать предложение с заглавной буквы. И в конце ставим точку. Я думаю, что с этим заданием вы справитесь. Спасибо. Слушаем дальше. Никто ничего не пишет, а только лишь слушает. Прозвенел звонок веселый. Мы начать урок готовы. Будем слушать, рассуждать и друг другу помогать. Будем отвечать активно, хорошо себя вести. Только пока сейчас слушаем. Посмотрите, вот такими счастливыми вы должны быть. И я точно так же очень рада, что вы у нас есть. Ребятки, не пишем, а только слушаем, Саадат. Первое октября. Классная работа. Ребята, сегодня у нас первое октября. Сегодня второй месяц. Второй осенний месяц. Посмотрите, в слове первое можно написать первое. Какое? Задать вопрос. Какое? Ое. Окончание ое. Это мы потом, чуть позже будем проходить. Поэтому я зеленым цветом выделила букву О. В слове октября. Октября. Безударная О. И буква Я. Сомнительная, хитрая. Потому что можем написать октября. Здравствуйте, мои родные. Слово классная работа, я уже не говорю. Вы точно знаете. Ну и минутка чистописания. Заглавная и строчная буква П. Ну и на букве П у нас словарные слова. Пальто, памятник, парад и пассажир. Хочу обратить внимание на очень интересное слово. Милые детки. Слушаем внимательно. В слове пассажир удвоенное С. Не забудьте, пожалуйста. И еще. Правописание ЖШИ пишем с буквой И. Вы в этих словах поставили ударение. Ребята, мы будем сейчас переписываться или мы будем слушать? Слушать. Все, готово. Тогда слушаем. Приготовили свои ручки. Нам нужно разогреть свои пальчики. Потому что у нас очень много писать. Раз, два, три, четыре, пять. Мы пошли в лесок гулять. Этот пальчик по дорожке, этот пальчик по тропинке, этот пальчик за грибами, этот пальчик за малиной, этот пальчик заблудился, очень поздно возвратился. Сжали кулачки, разжали, сжали, разжали. Готовы? Готовы. Все, спасибо большое огромное. Итак, все, мы готовы работать. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Возьмите синюю ручку. Все взяли? Найдите у себя в тетрадочке красную строку и приложите два пальчика. Приложили? И, пожалуйста, под диктовку запишите очень интересное предложение. Оно написано, но вы подумайте. У крыльца лежит шарик. Пишем. У крыльца лежит шарик. Пишем. У крыльца. Заглавные буквы с красной строки. У. Это предлог. Его нужно взять в квадратик. У крыльца. Крыльца. А, Семочка, если не успела записать презентацию, получишь, моя хорошая, и запишешь строчку. Две строки отступи, потому что слово пассажир очень длинное слово. У крыльца лежит. Лежит. Амир. Ты пишешь предложение или ты переписываешься на уроке? Лежит. Спасибо, Аима. Жеши увидела. И лежит, не лежит, а лежит от слова лёжа. Лежит. И слово очень интересное. Шарик. Шарик. Только не смотрите, как написано в презентации. Может быть, вы по-другому это слово можете написать? Шарик. Пишем, Нуркызочка. Конечно. У крыльца лежит шарик. Так, Саньюша, спасибо, уже написала. Не забываем, всё, Артемий, вот так. Да, я тоже согласна с тобой. Хорошо. И поставили точку. Да, Исмаил, это точно, действительно так. Вот Асима написала с заглавной буквы. А теперь смотрите, ребятки. Кто написал слово шарик с маленькой буквы? Это просто имеется в виду шарик. Надувной шарик, который может лежать у крыльца. А вот если кто-то написал слово шарик, да ещё и заглавной буквы, то это может лежать шарик. То есть, кличка животного, собачка шарик, он лежал у крыльца. То есть, это же самое предложение, да, кличка животного пишется заглавной буквы. Вот как интересно, что слово шарик можно написать и со строчной, и заглавной. Но если это предмет, то он со строчной пишется буквы. Но если это кличка, тогда это с заглавной буквы. Мы можете ещё раз повторить это предложение, ещё раз его написать. Но слово шарик написать уже с заглавной буквы. Я жду ещё одну минутку. Напишите еще раз это предложение. Если кто-то написал со строчной слова шарик, следующее предложение напишите с заглавной. А если кто-то написал с заглавной, напишите со строчной. Потому что слово шарик многоозначное. Шарик игрушка и шарик кличка. Пишем. Я жду. Записываем. У крыльца лежит шарик. Не забываем в конце ставить точку. Некоторые детки забывают. Пока вы дописываете, я хочу вам загадать. Нагимочка, спасибо большое, что ты уже справилась с этим заданием. Загадать вам интересную загадку. Аима, спасибо. Я на балу никогда не бывала. Чистила, мыла, варила и пряла. Когда же случилось попасть мне на бал, то голову принц от любви потерял. А я башмачок потеряла тогда же. Да, Аима, Золушка, конечно же. Так звали нашу девочку. Золушка, Артемий, спасибо. Только с заглавной буквы. Са, да. Молодцы. Ребятки, смотрите, смотрите, пожалуйста. Если так зовут девочку, то мы пишем просто слово Золушка. А если это, ребята, сказка, то сказку мы должны написать в кавычках. Сказка, Золушка. Пожалуйста, запишите у себя на следующие строки. Нуркиза, спасибо огромное. Приложите два пальчика. Приложили? Из заглавной буквы пишем имя девочки. Ее звали Золушка. Золушка пишем с синей ручкой. Из заглавной буквы пишем Золушка. Да, мой хороший. Мой хороший ребенок. Так, попроси, пожалуйста, маму. Пусть она тебе купит зеленую ручку. Спасибо. А теперь пишем название сказки. Но пишем название сказки. Ребятки, посмотрите в кавычках. Кавычки открываются. Пишем слово Золушка. И кавычки закрываются. Золушка. Если так зовут девочку, то просто пишем имя. Имя собственное за главные буквы. А если это название сказки, тогда мы записать должны в кавычках. И в конце, ребятки, обязательно надо поставить что? Что нужно поставить, если мы записываем в тетрадь? Не вижу. Исмейл, спасибо. Точку, конечно же. В конце поставили точку. Спасибо, Саадат. Да, Наим. Умнички. Молодцы. Все. Золушка. Золушка. Сказка Золушка. И в конце поставили точку. все спасибо мои хорошие ручку на локоток подняли свои красивые глазки молодцы кошка пушинка собака смешинка петух крикун козел бадун воробей тишка поросенок гришка красивая синичка я как напишите вы клички ребята и я смотрю уже некоторые написали что они напишут с большой буквы за главной буквы вы должны эти слова запомнить да именно я вас очень-очень сильно люблю норкизочка спасибо огромное моя хорошая очень радостно и приятно с вами проводить уроки иркинчик спасибо огромное я вас тоже очень люблю вы замечательные чудесные дети работаете очень активно все написали что вы должны ответить на вопрос как напишите кличку с большой заглавной буквы какие вы мне молодцы нет мы не пишем где в жизни мы встречаемся с именами собственными названиях книг фильмов газет журналов фамилия название городов рек посмотрите сколько все это пишется за главные буквы и мы их будем писать все это за главные буквы артемии спасибо мой хороший готовы а теперь запомните правила красным цветом написано название книг журналов газет пишется за главные буквы но еще ребята в кавычках вот сегодня у нас такая интересная тема нет не пишем только лишь слушаем название книг журналов газет а еще интересное название вы сейчас увидите колбасы тортика который очень сильно все любят тоже пишутся в кавычках запоминаем пожалуйста ну а теперь посмотрите сколько нам работы предстоит все это нам нужно будет списать итак приложили два пальчика нашли все красную строку приложили два пальчика и пожалуйста начинаем писать мои хорошие сказочный герой а зовут его и болит пишем сказочный герой тире молодец совсем увидела чн без мягкого знака хорошо как вы быстро реагируете я вас очень и очень сильно люблю мои родные и когда вы пишете очень красиво вы нас учителей очень сильно радуете вы же волшебники вы знаете как должны писать красиво аккуратно и каллиграфически да сказочный герой айболит вот герой это имя его мы кавычках не напишем слово айболит и поставили точку на этой же строке ребятки посмотрите вам нужно написать сказка а вот сказка называется айболит вот сказку вам нужно написать уже в кавычках внимательно пишем заглавные буквы а почему заглавные потому что вы поставили точку и продолжаете дальше писать следующее предложение сказка айболит я говорю сказка а должны написать сказка внимательно диктуйте себе и записываем сказка айболит наш чудесный доктор айболит у него ничего не болит потому что он всех лечит а больные приходят и говорят айболит айболит и поставили точку сказка айболит очень интересный журнал ребятки посмотрите как называется журнал детский журнал журнал мурзилка и журнал веселые картинки ваши мамы точно знают потому что эти два интересных детских журнала журналы нашего детства поставили точку и записываем журнал мурзилка я делала перечисление мурзилка и веселые картинки поставила двоеточие вам двоеточие можно не ставить просто написать журнал мурзилка и поставить точку ребятки веселые картинки слишком долго будем писать а то мы не успеем журнал мурзилка и поставить точку у вас на экране идет перечисление каких два журнала мурзилка и веселые картинки а мы напишем только одно Но название журнала – это «Мурзилка». Очень интересный журнал. Очень интересные картинки, загадки, рассказы. Читаешь детские журналы и радуешься, что, во-первых, ты научился читать, и что-то ты начинаешь узнавать. Кто много читает, тот многое знает. Все. Я тоже очень-очень сильно хочу, чтобы мы учили в школе, мои родные. Но пока только так. Все. Мурзилка и поставили точку. Следующий волшебный наш вкусный-вкусный торт. Торт Прага. Пишем «торт», а название пишем «Прага». Кавычка. Торт Прага. Торт. Торт Прага. То есть название, да, мультфильмов, сказок, журналов, газет, тортика, колбасы. Все названия пишутся в кавычках. Даже название рассказа, даже название сказки пишем в кавычках. Торт Прага. И поставили точку. Ну и последнее приложение. Колбаса докторская. Докторская. Посмотрите, ребята. Заглавные буквы. Все названия пишутся с большой буковки. Видите? Заглавные. А Симочка колбасу не пробовала докторскую? Колбаса докторская. И в конце поставьте точку. Пока вы дописываете, посмотрите. Я хочу обратить внимание. Фамилия Пушкин. Имя Сергей. Город. Я хотела... Еще один был город. Написала в бешке. Потом убрала. Посмотрите. Фамилия Пушкин. Имя Сергей. И город Москва. А вот здесь уже не нужно ребятки ставить кавычки. Мы не пишем это. Просто последнее наше предложение. Колбаса докторская. И в конце поставили точку. Любимая колбаса докторская. Любимый торт Прага. Интересный, замечательный детский журнал Мурзилка. Чудесная сказка Айболит. И наш сказочный герой Айболит. Ну все. Положили теперь все ручки. Ну давайте немножко отдохнем. Встали? Встаем. Мы ногами топ-топ. Мы руками хлоп-хлоп. Мы глазами миг-миг. Мы ножками топ-топ. Раз присели. Два пристали. Руки кверху все подняли. Все подняли. Потянулись. Потянулись. Сели. Встали. Сели. Встали. Ванька. Встанька. Словно стали. А Ванька-встанька. Это помните как наклоны в правую и в левую сторону. Все. Покачались. Молодцы. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Все. Спасибо, мои родные. А теперь тихо, спокойно. Сели. И слушаем внимательно дальше. Как же я вас люблю. Спасибо тот, кто выполнял зарядку. Потому что маленькую разминку обязательно нужно сделать. Ребята, мои хорошие. А теперь к нам пришел сказочный герой. Это наш Незнайка. Посмотрите. Ребятки, он пришел с таким заданием. Исправить ошибки. Посмотрите, сколько он допустил ошибок. Перед вами текст. На этот текст. Да. Незнайка. Он же у нас не знает. Посмотрите текст. В деревне Простоквашино живут друзья. Дядя Федор читает книгу. Его друг кот Матроскин дует корову Мурку. Добрый пес Шарик готовит пирог. Любознательный почтальон Пичкин разносит письма и посылки. Столько много ошибок. Да, Исмаильчик уже нашел. В деревне Простоквашино. Ребятки, в деревне нужно написать со строчной буквы. А вот Исмаил написал слово Простоквашино. Спасибо, мои хорошие родные. За главную букву. Давайте сейчас мы приложим два пальчика. Приложили? И начинаем писать первое предложение. Пока вы будете его записывать, посмотрите, в деревне. В это тоже предлог. Опять, мои родные, обязательно возьмите его. Во что? Во что его нужно взять? Нет, не в скобочке. Во что? Садиюша, кэт. Квадратик. Спасибо, я ему все увидела. В квадратик обязательно в предлоге. В деревне Простоквашино живут друзья. Асима, спасибо. В квадрат, конечно же, не забываем. Записываем, диктуем себе и пишем. В деревне Простоквашино живут друзья. Да, мои хорошие, две минутки осталось. Мы, наверное, успеем только лишь записать одно предложение. А остальные все предложения очень интересны. Когда вы получите презентацию, пожалуйста, незнайки, помогите исправить ошибки. Посмотрите, поставлена точка, а дядя написал со строчной буквы. Надо дядю написать с заглавной буквы. А дядю-то ведь зовут Федор. Разве можно Федора написать со строчной буквы? Вот что значит «незнайка не знает наши правила» и пишет вот так с ошибками. Очень внимательно, когда будете работать с текстом, находите имена собственные. Посмотрите, он подумал, что кот – это кот. Но ведь это не начало предложения. Это только лишь слово. А вот кота зовут Матроскин. Вот Матроскин нужно было написать с заглавной буквы. А наш незнайка написал все наоборот. Я вам хочу, когда вы выполните задание, обратите внимание, ребята, в конце вы должны себе нарисовать. Только если это без ошибок, мои хорошие. Вот такое красивое и счастливое солнышко, если вы работали сегодня много, писали активно. Или вот такое солнышко с тучкой, если у вас что-то не получилось. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...